Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в 12-й школе, где совсем недавно проходило чествование хоккеисток, которые вернулись с ошеломительной победой из Соединенных Штатов Америки. Об этом сегодня поговорим. И не только. В целом бы хотелось осветить тему женского хоккея. Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, Вячеслав! Очень рады познакомиться с вами лично. Конечно же, в первую очередь, хочется вас поздравить с ошеломительной победой. Вячеслав, наверное, первый вопрос все-таки к вам, как к отцу, как к председателю родительского комитета хоккейной сборной. Девчонок, что вы почувствовали, когда увидели, во-первых, последний гол, во-вторых, последние секунды и тот момент, когда девчонки просто ринулись на лед, скидывали с себя амуницию и начали поздравлять друг друга с победой. С победой над американской сборной по хоккею. Мне кажется, что-то нереальное. Ну, конечно, это было непередаваемое ощущение. Эту игру я смотрел на работе в рабочее время. Когда это последние секунды подходили, уже все было понятно, потому что счет уже разгромный был, 6-1. Но когда девчонки выбежали, это эмоции такие были. Я как будто находился вместе с ними на льду. Это счастье и просто непередаваемое ощущение. За гранью реальности, можно так сказать. Гордость родителей. Они очень старались, трудились. Не один год уже занимаются, уже каждые по 5-6 лет даже в хоккее. И труды дали результат в нужное время и в нужном месте. Счет 6-1. Вы, в принципе, все прекрасно понимаете, что совершить чудо просто невозможно. И не удастся американской сборной уж выиграть точно в финале. Но, тем не менее, боролись до последних секунд. Хотелось еще, наверное, изменить ход игры. Ну, еще позабрасывать шею. Ну, мне кажется, каждая игра, мы боремся ее до конца. Хоть счет может быть там и 6-1, и 10-2. Любой счет мы должны доиграть ее до конца. Неважно, устали мы, не устали. Это третий период. Мы боремся, каждая до последних сил. С нас, может быть, где-то что-то болит. Нам на это вообще все равно. Мы должны доиграть так, чтобы нас похвалил тренер, похвалили родители. И для самих себя было это приятно. И когда мы это выиграли, мне кажется... Что чувствовали? Что было вообще внутри? Была неописуемая. Некоторые ездили. Это не сон? Это не сон? Игра была просто в 9.30 утра. Мы были все какие-то очень сонные. Мы хотели еще спать. После того, как нам сказали, можно пойти поспать, мы легли спать. Полин, а первому кому позвонила после победы, после того, как вышла со льда? Ну, это, наверное, был мой первый тренер, Оксана Александровна. Спасибо ей большое за то, что привела меня в хоккей. Если бы не она, меня бы здесь не было. Конечно. Вот ты сказала про то, что привела. То есть была какая-то история? Ну, сначала я просто ходила на каток кататься. Она там занималась с маленькими детьми, которые учили кататься на коньках. И мы с ней так подружились, что она просила мою маму, чтобы она меня отдала в хоккей. Ну, и мы долго очень уговаривали маму. И в итоге... Да, ни один год они уговаривали. И в итоге мама сдалась и все-таки разрешила тебе стать хоккеисткой. Да. Чем тебе нравится этот вид спорта? И представляешь ли ты себя вне хоккея? Мне нравится, так как здесь нужно биться. Я вообще такой человек по жизни, что я не люблю сдаваться. Я всегда ставлю перед собой цель и всегда ее добиваюсь. Но вне хоккея у меня есть свои интересы. Я много чем увлекаюсь, но хоккей – это, можно сказать, моя жизнь. Максим, хочу передать вам слово. Вы знаете девчонок давно. Вы их, собственно, тренировали. И не случайно пятерка сильнейших одинцовских хоккеисток отправилась в Америку в составе сборной России. Экспериментальной. Да, экспериментальной такой сборной. Вот чем отличается все-таки мужской хоккей от женского хоккея? И сложнее ли работать с девчонками? Ну, отличие от того, что это девочки, это мальчики. Но девчонки, на мой взгляд, лучше воспринимают, как-то осваивают материал быстрее. То, что там пацаны, как это все-таки хулиганы такие. А девчонки, они все-таки, если найти общий язык, контакт, как сказать, как себя преподнести, они достаточно хорошо могут показать результат хороший. И, ну, слушаются, с первого раза все выполняют. Ну, именно вот на льду, по упорождениям, там есть, конечно, нюансы, да, там, ну, не каждый ребенок может все сразу усвоить. Так, 90% очень хорошо тренируются, работают, они и знают, для чего они приходят. То есть порядок... Ну, все-таки девчонки более мягче, более сентиментальнее. Мне кажется, когда на них ругается тренер, они могут и расплакаться. Или это невозможно? Я считаю, наоборот, для них хоккей – это закалка в жизни, потому что, ну, сами знаете, жизнь разная бывает. И хорошая сторона, и плохая. А хоккей – это очень хорошая школа жизни. То, что там происходит без меня в раздевалке, там и за периметром Ледового дворца, все-таки хоккей – это, ну, это тяжелая школа. Ну, в чем преимущество хоккей? Вот когда мы буквально на днях находились в 12-й школе на чествовании победительниц, которые, да, завоевали золото, привезли золото из Америки. И Лариса Евгеньевна Лазутина сказала, что хоккей сравнил эту игру с шахматами. Сказала, что это, ну, уникальный, в общем, вид спорта, который развивает всесторонние. Вот вы с этим высказыванием согласны? Ну, действительно, в хоккее, помимо того, что надо там бегать, бросать шайбу, надо думать, куда ее передавать, кому отдать. Для этого мы тренера существуем, чтобы научить, чтобы в дальнейшем хоккеист развивался и получал уже удовольствие от своей игры. Притом, мне кажется, зрители вот, ну, совершенно, порой, ну, непонятно вот то, как игроки незаметно передают шайбу. Они ведь как-то общаются еще друг с другом, видят друг друга, чувствуют друг друга. Ну, для этого есть тренировки, есть товарищеские игры, там, ну, много всего, то есть, ну, тренировочный процесс, он же разный. И задача есть одна, над передачей, поработать над катанием, это все потом комбинируем, и уже от этого есть результаты и игра. Богдан, бери микрофон. Что чувствуешь, когда выходишь в составе своей сборной, да, сборных команды на лед, когда перед тобой противник, когда есть четкая установка тренера, держаться до последнего, победить? В принципе, ничего, холоднокровие и все, просто иду и играю. Вот в момент игры, как вам удается чувствовать действительно друг друга, да, понимать, куда нужно передать пас, чтобы шайба влетела в ворот у противника? Как это все происходит? Иногда бывают случайности, но чаще всего это задуманно идет. То есть, ты знаешь, где должен находиться игрок, и ты как бы видишь его и отдаешь туда, куда ему нужно. Как ты попала в хоккей? Я попала в хоккей, я ездила на сборы в Актеныш, и там мальчики дали форму, клюшку, коньки, и я первый раз попробовала и просто захотела. Ну, я долго очень маму уговаривала, но она все равно разрешила. И потом пришла уже в Бледовый дворец, и тебя взяли? Да. Расскажи о своей команде, о той атмосфере, которая царит, дружите ли вы с девчонками. Как проходят все ваши тренировочные встречи? Сколько вообще вы тренируетесь? Если в неделю, то в неделю только один отдых. То есть шесть дней тренируемся. Ну, получается, там шесть тренировок, один выходной. И получается, что некоторые девочки, кто у нас попадает в состав сборной Московской области, они играют еще в среду и в субботу. То есть получается две игры в неделю, четыре тренировки и один выходной день. По времени тренировочный процесс там час на льду, час общая физическая подготовка, то есть два часа. Хоккейная команда Атланта Денцова достаточно сильная. Я знаю, что вы отсматриваете, отбираете девчонок по всей России. Да, это наша задача, как бы, селекцию проводить, потому что, ну, девочек мало. Поэтому созываем единомышленников, кто придет, приедет к нам, переедет. Будем обучать также, сыгрывать составы, чтобы побольше было одного возраста девочек. То у нас получается, что играем тремя возрастами сразу, там, четыре, шесть, семь, девять. Хотелось, чтобы там 2006 года человек 15 был, 2007 года, ну, чтобы была конкуренция. Когда есть конкуренция, есть рост, есть прогресс. Из каких городов уже приехали девчонки, тренируются и живут в Одинцово? То есть они, в принципе, переехали из родного города в Одинцово ради хоккея? Ну, я думаю, в течение четырех лет, там, сколько тут нахожусь, получается, у нас есть девочки из Хабаровска, из Читы, из Сыктывкара, из Ярославля, из Перми, из Череповца, из Красноярска. Да, Благовещенск есть. Какие перспективы, все-таки, если они переезжают сюда, значит, они четко понимают, что у них есть возможность дальнейшего роста, то есть они хотят дальше развиваться в этом направлении? Ну, в Московской области, вот именно Женскакеево, один из самых сильных по России, поэтому все стремятся перейти к нам. К чему сейчас готовитесь? Каким соревнованиям? С кем будете биться в ближайшее время? Что в планах? Завтра у нас игра со Ступина, это по ОПМО «Девочки». Там задачи у нас самые высокие. Ну, вообще, как бы, всегда, девчонкам говорю, кроме первого места, я больше ничего не рассматриваю, потому что всегда запомню только первое место. Второе, третье, это, ну, как сказать, поощрительно. Значит, есть над чем работать. Ну, даже после первого места есть над чем работать, потому что каждый год надо стараться становиться лучше. Ну, дальше, на следующей неделе у нас уже игра сборная Московской области. Там у нас решающая игра. Если мы выиграем, то девочки станут в чемпионате мальчиков на первом месте среди пацанов. То есть девчонки даже играют с мальчишками. Не опасно ли это для них? Нет, наоборот, это игровое, потому что все-таки хоккей, как мужской вид спорта, да, как предполагают, но и он как бы давно развит, да, и девчонки все-таки у пацанов набираются опыта, учатся, и тем самым, там, мы давно уже играем с пацанами, и уже в этом году уже хороший результат, что мы и обыграем ребят. Но у нас разница в возрасте. Допустим, чемпионат мальчиков по 2007 году рождения играет девочка 2005-2006 год, то есть два года разница. Ну и кто-то с 2007 года, кто сильный, там, может играть год в год с пацанами. То есть там в моем детстве была практика игры с девочками, да, но тогда еще не было так развитых хоккей. Все-таки сейчас женский хоккей на подъеме, и я думаю, у них хорошее будущее, если будут так же продолжать работу, как работают сейчас. Валерия, расскажи, как ты пришла в хоккей? Почему выбрала этот вид спорта? Ну, когда мне было 8 лет, ну, я ничем не занималась, и мне хотелось что-то связанное со льдом. И мне мама предложила женский хоккей. Я занималась с мальчиками и с девочками. Потом мы поехали на просмотр в команду «Скиф». Я там вот занималась год, и потом мы переехали в Атлант. Откуда ты переехала? Я из города Череповца, приехала в Атлант. То есть ты ради хоккея оставила дома все, да, и школы, и друзей. Вот тебе, ну, не было страшно ничего, не останавливался, какие-то там чужой город, совершенно чужой коллектив, лед, тренерский состав. Или это была цель? Ну, мне очень хотелось заниматься хоккеем. Первый год мне было сложновато жить с бабушкой. Ну, я привыкла. Мама с бабой приезжают сюда, мы приезжаем домой. Дарья, как проходила поездка в Америку? Удалось ли что-то посмотреть? Или все ваши дни были наполнены только играми? Ну, сначала были очень мучительные полеты, перестановка времени. А потом мы достаточно много проводили времени на свежем воздухе, даже купались в бассейне. Как вас воспринимали ваши противницы? Подружились ли с девчонками или все-таки вот это противостояние было каким-то таким барьером в вашем общении? Да, мы со многими подружились, даже с теми, которыми мы играли в финале. И они в основном все очень дружелюбные девочки. Вячеслав, как родилась идея создать такую экспериментальную сборную женского хоккея, куда выйдут девчонки не только из Одинцова, но и из других городов, регионов. И вот, несмотря ни на расстояние, ни на разные часовые пояса, сыгрывать их вместе, ну и, соответственно, завоевывать турниры и даже поехать в Америку. Данная команда сборная образовалась год назад по инициативе, как сказать, родителей Москвы и Московской области, непосредственно города Одинцова. С родителями договорились этот эксперимент воплотить в жизнь. Соответственно, нужны какие-то минимальные деньги для этого, потому что нужно и форму покупать кому-то, и участвовать в турнирах тоже нужно. Соответственно, мы подключили, нашли спонсора, который нам первые шаги помог, проспонсировал. Это также Agility Blades называется спонсор, изготавливает искусственный лед. Вот, вместе с родителями начали поиски девчонок, которые умеют играть в хоккей, не только просто кататься, которые соображают, есть мастерство, да. По всем регионам созванивались с другими родителями, потому что женский хоккей, хоть он и набирает обороты, но не так и много в нем живающих, да. Родители друг друга все знают, в принципе, по всей России, кто играет. Потому что, опять же, да, девчонок-хоккеисток не так много. Да, к сожалению, что их не так много. Очень хотелось, чтобы этот вид спорта развивался, потому что он олимпийский вид спорта. Но в нашей стране почему-то вот такое вот заторможение, если сравнивать с Америкой и с Канадой, у них это очень популярный вид спорта. При каждой школе свой каток, и вместо труда у них проходит на льду. Вот, они тренируются. Ну, соответственно, вот мы по всем региону нашли девчонок, которые умеют играть. Мы выбрали турнир, опять же, по мальчикам, потому что по девочкам турниров не так много в России. Собрали этих девчонок, да, позвали тренера Александра Сергеевича Волошин. К сожалению, он сегодня не присутствует, не смог приехать. Вот, и с этим тренером как бы поехали на турнир, чтобы он посмотрел, кто что может, оценил, да, дальнейшие действия какие. Кого-то еще может поискать, кого-то заменить, чтобы собрать такую сборную, которая друг друга понимали, девчонки на льду. Ну, была как команда, настоящая команда. Ну, все получилось прям сразу? Нет, конечно, не сразу. У нас даже проходили сборы. Также ездил у нас Александр Сергеевич Волошин с нами в городе Сочи. Мы проводили эти сборы. Собрали максимальное количество девчонок со всех регионов, да, чтобы он там их посмотрел. Вот, и к этому турниру, конечно, в Америке мы не готовились, получили приглашение внезапно, да, потому что мы с командой выигрывали на турнирах первые, третьи места, да, и они, видимо, нас заметили, позвали, пригласили, хотели посмотреть, что такое. Мне кажется, они потом пожалели уже, да, по результатам финала, они подумали, зачем мы это сделали, зачем мы пригласили эту русскую машину? Ну, я думаю, они, скорее всего, пожалели, они не ожидали, да, что русские девчонки покажут такой хоккей на льду. Они думали, что он не развит, да, потому что, ну, к сожалению, на чемпионатах мира мы призовые места уже давным-давно не занимали по девчонкам, это к сожалению, да. Может быть, вот как раз-таки подрастает та самая смена, которая переломит ситуацию. Ну, как сказал Максим Андреевич Грозовский, да, наш тренер города Одинцова, что четвертый и шестой год девчонки, это достаточно сильные девчонки, я думаю, что это будет достойный результат на чемпионате мира, это в 2024-2022 году, я думаю, покажут они. Ну, то есть осталось уже совсем недолго. Совсем недолго, да, если каждый день тренироваться, главное, чтобы было желание у девчонок, если не будет желания, то это, ну, просто будешь приходить и тренироваться. А мне еще бы хотелось бы поговорить сегодня о той особенности, конкретно вашей, да, вас, девчонки, как вы все сочетаете, блестяще кататься на льду и показывать высокие результаты в учебе. Вячеслав, когда успевает, ну, непосредственно ваша дочь и уроки делать, и тренировки не пропускать? Ну, честно, каждой девчонке очень тяжело, это адский труд, непосредственно и родителям тяжело, потому что приходится и с работы постоянно отпрашиваться, как бы довести до тренировки надо, если кто-то отдаленно живет, да. Уроки проходят допоздна, до 11 ночи, до 12 ночи делаем уроки, обедаем на ходу, ну, такая жизнь спортсмена, ну, от этого никуда не деться, я думаю, каждый спортсмен это переживает. Хорошо, что в нашей школе есть спортивные классы, да, вот у мальчиков, им гораздо легче, потому что они, как бы, привязаны к школе и у них свободное время для тренировок. Они пошли, оттренировались, вернулись и дальше учатся. Конечно, если бы у девчонок был бы спортивный класс, было бы гораздо легче. Ну, это перспектива. Зависит от набора, да, если будет одного года, шестого, вот как Максим Андреевич говорил, там, 20 человек, тогда можно и создать спортивный класс. Ну, не будешь же для пяти человек создавать спортивный класс, это очень накладно. Алина, когда вы вернулись из Америки, ваши одноклассники, ваш преподаватель, вообще вся школа вас встречала, подготовили ребята плакаты, шары, украсили актовый зал. Вот, что вы почувствовали в тот момент, когда пришли, все это увидели, когда, я не знаю, наверное, вас обнимали, целовали, поздравляли? Ну, первые поздравления были сразу после финала, еще в Америке, мне звонили, писали одноклассники, поздравляли девочки с хоккея, тренера, учителя, директор, директор нашей школы, все писали в разных соцсетях, лично нам сообщения. И когда мы пришли в школу, это был понедельник, мы узнали то, что нам подготовили вот это вот мероприятие, украсили наши классы, актовый зал. Мы очень благодарны нашему директору Валентине Викторовне Холиной, нашим одноклассникам, классному руководителю. И много-много-много всех девочек, наверное, со всей России сейчас, наверное, будут очень рады, если повстречаются с нами. То есть предполагаются какие-то еще встречи? Ну, я думаю, что после этой победы, после этого турнира к нам в Одинцово, может, в других городах будут открываться женские школы и будет больше набора девочек одного года. Полин, ну что, мечтаешь поехать на Олимпиаду и завоевать олимпийское золото? Что готова сделать ради победы? Готова, честно, сделать все. Это победа, это, наверное, такое незабываемое чувство, это чувство радости, чувство того, что ты смог, что ты пахал, и у тебя все получилось. Я рада, что у вас все получилось. Я рада, что вы завоевали заветное золото, Максим. Я думаю, что это только начало, такое начало звездного пути. И мы, конечно, вам желаем, чтобы вы обязательно попали в олимпийскую сборную. Представили на Олимпийских играх Россию, как минимум, своей пятеркой. Что вот эта же пятерка продолжала блистательное шествие по всей планете. Спасибо вам огромное, спасибо, что нашли время. Я знаю, что вам же пора идти на тренировку. Как бы ни банально, это не звучало, чемпионы продолжают тренироваться. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока.